Путин держит Трампа на крючке и на СМИ, Россия. 14 июля 2018 года. Кэтрин Филипп, Чатори Непальп, Том Парфейд, Том Парфейд, господин Путин приедет на этот саммит с гораздо более четкой картиной того, что он хочет в результате нее получить, и он сможет извлечь из нее определенную выгоду уже благодаря тому, что эта встреча вообще состоится. Он будет сидеть за одним столом с лидером единственной сверхдержавы в мире, так же, как когда-то, в условиях биполярного мира сидели лидеры США и СССР. Кроме того, господин Путин постарается еще больше усилить раскол между Белым домом и его традиционными европейскими союзниками, наличие которого наглядно продемонстрировал саммит НАТО на этой неделе. Комментарии читателей Forever CityWise Мы не знаем, что происходит на самом деле, но по крайней мере нам есть о чем подумать. У инвальей создается впечатление, что они очень хорошо ладят друг с другом, как будто они понимают язык друг друга, с чем бы им ни приходилось иметь дело. Эта встреча не принесет ничего хорошего простым людям, потому что они оба – миллиардеры и потому что больше всего на свете они почитают власть денег. Симон Уайадруф несомненно, Путин держит Трампа на крючке, из-за того ли, что Трамп выиграл на выборах благодаря российским деньгам, из-за фальсификации на выборах или из-за компрометирующих записей. Но Мюллер уже у тебя на хвосте, старый маразматик. Опаттер трудно понять, кто является самым опасным лидером на планете – Трамп или Путин. Чалин Дутон ответил «Опаттер Рейта станет примером того, как психопат с ледяным взглядом будет манипулировать самовлюбленным инфантильным мужчиной, страдающим рассеянным вниманием». Это могло бы стать довольно забавным, если бы они оба не были вооружены до зубов ядерными ракетами. Флаг реча мент ответил «Пыл Шридон» «Все это внимание и тешит самолюбие Трампа». Полагаю, что он готов отдать еще больше, лишь бы в газетах продолжили о нем писать. Кассу Айн получается, первоначально именно Северной Кореи принадлежал компромат на Трампа, а Путин оказался всего лишь вторым. Да неужели? Стелло Олис преимущество встречи один на один заключается в том, что никакие решения не закрепляются официально и ни у каких заявлений или ошибочных суждений не будет долгосрочных последствий. Путин вряд ли совершит ту ошибку, которую совершают критики Трампа, считая его глупцом. А вот циник вполне может признать, что большая часть населения Крыма действительно предпочитает относиться к России, а не к Украине и что, если спокойствия в этом регионе можно достичь, признав этот факт на международном уровне, это не так уж и плохо. Нельзя ограничиваться одними лишь разговорами о мире, миру необходимо дать шанс. Через Франкланд Ким, азиат, чья душа загадочна и непостижима. Путин тоже обладает подобными чертами. Ему не нужны и уроки от Кима. Между тем Трамп не знает, с чего начать. МР Уалтерфорд Путин умен. Трамп глуп. Никакого соперничества. Субтитры создавал DimaTorzok